Сегодня 10 июня 2015 года. Мы братьями, я Игнатий Лаптин, Николай Кручина, шофер сидит, ну и на себя направлен Виктор Савченко. Мы в путешествии, не кругосветном, конечно. Сегодня мы находимся в Германии из Гейксика. Он имеликтор снимает эти пяти. Их много-много по всей стране. Мы уже в день дешевых получаем. Какая дорога здесь гладкая. Вот мы идем 100 километров, а они нас обгоняют, но тут еще 100 уже. И такой скорости. Мы уже думали, что тут встречи. Мы ездим сейчас до Витер. Вот. А потом в Майкете мы только увидели нам украшения одно и другое. Живут наши друзья, там моя родная дебемянница. А уж после этого, после этого Майкета, мы быстро отходим на правду. У нас задания были в планах пройти все до одной страны Европы. Ну и потом через Дания войти в Скандинавию. А после Скандинавии, там через, видимо, Хельсинки придется переплыть в Эстонию. Пройти три республики. Я думаю, в Латвии быть в Венспасе. Возблагодарить Бога, где я обратился. 27 сентября 1962 года в 17.00. Я на корабле в это время работал. Но если все будет так благополучше, мы все вражи будем закончить. День Ангела. Отсюда идут поздравления. Прошли Польшу и многое, многое увидели. Я перед этим нескольким местом сидел в интернете, все оба, какие в порядке. Но больше всего, из всего, что видели, поразила Белоруссия. Вот. Ну, подробности потом можно будет рассказать. Просто удивительно. И даже сравнивать не с чем. Видно, что правитель заботится о своем народе. Все везде поставлено, работают. Чужих никого не видать. Ну, хорошо все. А вот на дорогах вот здесь сегодня брали с нас с одной дороги только шесть раз. Как сказать, попоры на дорогу. Дорога хорошая, я только построил из Маршавы. На Германии. Ну, видимо, так надо. Но жалко денег. Каждый раз по пять евро. Посмотри, сколько. Потребляет. Едем мы пока, слава Богу, вместе. Мирно. Волен. Считаем Евангелие во время движения солдат. Рассуждаем очень много. Вот сейчас все со всех сторон вдвое. Где и как передвигаемся мы. Считаем, что Германия это уже настоящая заграница. Дальше будет видно, как это пойдет у нас. Потому что непонятно о Англии. Совсем непонятно. Проходу нам нет куда. Потому что долго открывать здесь. И то, что мы распространяем свои книги. Возьмем наши книги. Может быть, найдутся люди, которые нам выяснили. Которые бывают в Англии. Ну, и там они уже пройдут. Не надо. Мы посадали, где для тех не бывают. Для Лукашенко Александра Григорьевича, президента Белоруссии. Мы подарили книги специально. Ну, так не брали они. Потому что выходной день. И надо было через почту. И там еще офицеры, которые охраняют здание президента. Они нас туда направили. И мы отправили. Подарки ему книги. Может быть, получим даже ответ. Высказали свое восхищение им. Что болимся о нем. Мы знаем, что когда человек так старается для народа. То у него будут большие трудности. Чтобы его Господь сохранил. Мы думали, и определенно, попадем ли мы сюда. Потому что мы прошли Украину, Белоруссию. Все нормально принимали в национальных библиотеках. Все хорошо. Но дальше мы не знали, как мы пройдем границу Шенгенской зоны. И где лучше. Советовали в Румынии. Но получилось так, что мы подъедались и вышли на Польшу. Как предполагаемо было вначале. Думаю, если что-то задержка будет. Ну, начнем тогда с львы. Крифы хоть не сделаем, а тогда уйдем на Россию. Ваши не будет. Но получилось так, что главная причина, думали, это машина. Наша газель, на которой мы едем. Это Нижнего Новгорода. Изготовление. Ну, прошли. Идем нормально. У нас вредим 95 километров. Бог, кто знает, как будет дальше. Второе. Мы боялись груз. Груз очень необычный. Везем книг много. Книги. И везде идут проверки. Ну, как? Не было такого. Ни в интернете, нигде такого нет. Как с книгами религиозного содержания проехать границы? Нигде ничего нет. Ни кто-то знает. Ни в комплексах, ни в посольствах. Нигде. Ну, это вот главное. Теперь язык-то не знаем. Вот так было в Варшаве. Но Бог так делает. Кто-то что-то знает. И расположенные люди. Кое-что жестами. Кое-что напишешь. Ну, вот едем. Удивляемся, как вчера была ночью проверка. Самая такая дотошная была, когда заходили мы в Белоруссию. Мы ходили сначала на Украину. Вот там проверка была строгая. А у нас с нами собака еще. Даже можем показать. Где? Ну-ка, не знаю. Ну-ка, давай. Покажи. Ну, покажи. Вот он наш ураганщик. Ураган. Ну-ка, голос. Голос чужой. Кто ты там? Все, чужой. Кто там? Ну-ка. Кто там? Ну-ка. Не хочет лавить. Он лежит, спит. Ну и он лежал на морднике. Время-то ночное. По местному это где-то, наверное, уже было первый час или второй час. Я маленько так пугался, так сказать. Ну, молились мы очень усердно и верили в молитву многих, кто за нас молится. А к нам сюда, в купе, в каюту, как не знаю назвать, в отделение, даже не заглянули офицеры. Попросят только, сидят они проверяющие в окно. А кто ответил? Покажись. Ну, я к окошку сунусь, через стекло. Головой друг к другу кивнули, и это вся была проверка. Это нам очень понравилось. Что не трепали, не выворачивали, ящики наши не выкидывали, не разбрасывали. Ну, просто приятно было. И мы такие радостные зашли. Правда, туман был. Ночь темная. Ну, оказалось, что на Варшаву идет один-то просто чистая дорога. Никого нет. Она ниже нога, минимум на сторонние движения. Но нормально мы прибыли. Мы вот сейчас думаем, что в Германию идем уже мы первые сотни километров. А дальше пройти через Грецию, Италию. Думаем, бабы Гуу. Бабы Менивикта, бабы Францисто. Сделать им подарки. И в Монако, и в Германию, и в Германию. Главный горный дом этой грешной, прелюбодейной жизни. А дальше пройти Францию, Испанию, Португалию. Там даже есть знакомые, может, у них побудем. Потом севером захватить все эти Нидерланды, Бельгия, через Данию войти в Скандинавию. Вот какие наши планы. Из этого кое-что уже из плотности. Мы фактически идем по второй стране Шенкенской зоны, то есть дальнего зарубежья. А дальше спустимся к югу. Пройти у нас уже приглашение есть из Грузии. Люди собираются в Азербайджане, Армении. Если благополучно будет. А потом развернуться через Чечню, Абхазию, может, Дагестан. Не знаю, как кто разрешит нам. И выйти сюда в центр. Это Ростовская область, Краснодарский край. Вот Ставрополье. Ну, у нас большая работа. Еще поют на Украине. Придется еще раз погибли, Молдавия захватить. Так что мы в 1 сентября вернутся, так как Дмитрий Николаевич, Савченко, решитель, определяем время. Ну и ему надо вовремя успеть. Это пока только планы. Мы всех просим молиться. Мы просто ощущаем помощь, действие, настоящую. Вот сегодня я тоже запаниковал. Вот зашли, никуда не вылезли. Вот как коридор какой-то. Вот покажи. Какие-то стенки эти сделаны. А дальше вокруг ограждения. Вообще съехать нельзя никак. Деньги берут. Быть и не можем. Едем точно не знаем. Навигатор сбился. Ну, как-то на душе тоскливо стало. Давай людей расспрашивать. Люди на столовках из оправки. Ну, и начинают по карте показывать. И как-то выправилось. У русских много оказалось на пути. Почему-то нам они попались. Помощи-то особой не было. Ну, а помаленьку все-таки мы нащупали. Постоянные смс на нас сбрасывают. Валентина Стартисон. Вот. Николая Павловича Кручина тут. Знакомый в Германии. Тоже справляются. Какие-то советы дают. Ну, и по милости Божьей, вот так мы идем. Думаю, это понятно уже. Да благословить нас Господь и всех, кто сочувствует нам. Потому что наше благовестие не словом только идет. Ну, словом письменным. Через книги. Это очень долговременная программа. И мы многое сняли. Потом покажем. Соединим в один ролик. Ну, все. Покажи. Попали на дороге в Германии в пробку. Надолго там тянется, да? Далеко. Может, на несколько километров, да? Вот трехполосная дорога в одно направление. И три полосы в другое. Там машины едут с огромной скоростью. Иногда просвистят, как пули. Километров 180-200, наверное. Такая скорость. Вот мы уже здесь. Минут, наверное, 20. Едем в Зонненберг. Слава Богу за все. Это мы в Зонненберг подъезжаем. Хороший город, потому что сестренка наша тут живет. Валентина, где-то Саш Бессонна. Она приветила нас, как ангела. А ездили мы сейчас в Дюркер. Долго искали библиотеку. Никто не знает вообще. Рядом оказалась библиотека. И крое-как нашли эту девушку. Она уже, эта девушка, рассказала. Ну и дальше там, какие мы идти? Не можем договориться. Но у нас заранее уже напечатано было, чего мы хотим, кто мы такие, откуда книги. Наконец, мужчина один высокий, такой, по два метра, сидел что-то занимался. То ли при должности он, или по желаниям. Пошел искать. Никак. Звонил, никак. А потом у него на столе такая аппаратура, он надавил на кнопку-то и говорит в нее, и, видать, по всем этажам, ну, ищет он переводчика. Переводчица пришла и говорит, а у них принято решение религиозные книги не принимать. Да какие они религиозные? Я говорю, ну, на религиозной основе. Она дальше уже ничего не слышит. Она за это деньги получает, чтобы не принимать. Ну, я говорю, а как в Берлину, то-другой. А это везде такое принято. Ну, мы еще проверим, мы еще в Берлине не были. Это мы в Германии, вот, ночь прошла, полночи, и полдня, больше мы тут не были еще. Суток даже нет, полсуток. А завтра мы уезжаем на Прагу, если благополучно будет. Более бездуховной обстановки не встречали нигде пока. Вот нация такая пораженная, в достатке живут. Все у них есть, умные, точные. А духовные совершенно не нужны. Разговариваешь. Как ты коснулся, то сколько сегодня были? Долой. Интересно я увидел сегодня. Мужчина одного спрашиваем про библиотеку. Он начал отвечать, и что-то так невнятно. Он с Виктором говорит. А я думаю, да, я на второго выйду. А там один идет, я к нему отшатнулся. А он увидел, что я этого уже не слушаю. Но он бы, мне казалось, ничего особенного нету здесь. Я того спросил, и тот-то не знает. Раз не знает, он говорит, видно, что не знает, но хочет понять. Вот посмотри, какие эти пузыри. Посмотри на поле-то. Зеленые, и они такую пленку тугую. И так вот скажи ты, запонки у плащ-палатки военные, деревянные. А этот мужчина, с которым разговаривали, я только шагнулся на секунду. И он лежал, где-то у вас спина. Он уже за полорозом идет. И ни разу не повернулся. То есть достойное оскорбление. Я же с ним разговаривал, и так по своим людям разговаривал. Я думал, что это лучше, что у меня было. Вот это все, безусловно, трава большая, много у них летает. Дождей, а вот на поле зеленые. Видишь, что-то? Это стены на кружке, и потом еще вот такие непоказаемые. Я думаю, что мы все на другое. Наши катаковки, кто-то посмотри, там у нас не покатает все. Вообще, все, все, все. Вот такая Германия. Давали расспрашивать. Где, это было здание? Я вам показываю наш навигатор. Где этих повесили военных преступников, фашистам-то? А она говорит, это процесс 600. Я считал, что как только их казнили... Прямо. Чьих тела сожгли в крематоре. Круговое движение. Второй съезд. Смотри, по сторонам сделано, как брусчатка. Вот он, второй съезд. Осторожно. Так, подожди, второй. А, ну да, ну. А там мы в зону заезжаем, согласно путеводителям. О, мы шли с маршрута, слушаем. Процесс 600. Я слышал такое. Спасибо.